Продолжение следует... Первый тэп Вольвича, 6-6. Действует Дима в атаке. Хорошая подача Илья Сокуркаева. Тут достает еще Марк Курбанов. Не пробить Михайлову. Что сегодня с Курбановым случилось? Скажите мне, пожалуйста. Хорошая подача Шпилева. Кристенсен, ну здорово доводит. Вот она доводка. Вот она до автоматизма. Прочина. Илья Сокурка справился с приемом. И заблокировал Вольвича Ивана Яковлева. 6-4. Заводит товарищей по команде. Центральный блокирующий Казани. И это приятно. Безусловно. Сейчас справляется с подачей. Вольвич. С третьего примерно метра. И это все. Вышивная трасса. На четвертый метр. Тяжелее Соколову. Артем Больвич. Болос от четвертого номера. Так вот, относительно подачи московского «Динамо» третьей партии. Продироваться для пилота сегодня так же на трибуке. И это Артем Больвич. Ну вот есть съемка с подачей Вадима Лихошерстного. Но... Вот это Тюшкевич, кстати, на подаче. Этеру подбивает над собой. Пожалуй, это неплохой вариант. Михайлов скидка. Готовы здесь Нижегородцы. Сиденко на двойном блоке. Прикрывает его. Но будет еще одна атака у него. И на этот раз уже мяч. Мишкаровцы подняли с мага и закрыли Сиденко. Еще одна мощная подача Власова. Пока Максим Михайлов, он вообще без очков. Если мне память не изменяет, Артем Больвич. Первый темп. 10-9. Максиму Космину. Тюшкевич справился с приемом. Первый темп Вольвича. Здесь все отработано и слажено. 5-4. Подача. Александр и не появлялся на площадке сегодняшней встречи. Пай по-прежнему стерегут волейболисты «Зенита Казани». Вот так Карпу пришлось спасать мяч. А здесь Вольвич просто расстреливался. Артем Больвич. Хороший. Первый темп. Хороший. Прием был АЦ Мадеру давайте. Его действия тоже отметим. Сегодня Виктор Никоненко, но пока в составе мы его не видим. Маркер Довгой. Казани Довгин будет подаваться. Федоров. Классная доводка здесь. Сорака на чистой сетке. Отволь. Казани Довгин будет заниматься с нее. Придумали через Вольвича. Прошло. Федоров принимает этот мяч. И Артем Вольвич отвечает. Дмитрий Лызиков не успел за ним. Илья Скоркаев. Артем! Федоров. Классно. Здесь от плеча Соколова даже Цветан не понял, честно говоря, куда там мяч отлетел. Ну и Артем Вольвич только кто-нибудь сказали. Похвалили его партнера. Еще одна атака у казанцев. Кислинцын. Вольвич вернулся. Вольвич. Да, площадки доказаны. Состоятельно здесь Вольвич на такой высоте. Мало кто работает. Хороший, быстрый прием. Быстро. Там Артем Вольвич. Да, про Вольвич интересно. Я говорил, что практически не ошибался. Каждый мяч так с трудом и те, и другие выигрывают. Но Вольвич и Майна Присицца. 21-е очко зарабатывают. С его подачи уже готовы набрать. Сейчас Нанос доводит Кристенсену Волков. И Вольвич набирает очередное очко в центре сетки. Накат на Вольвича. Вольвич выбивает на собой. Сурмачевский. Андрей пока не может как-то эффективно часто пробивать эти ретуты. Ольга Масимский. Эти шпалы, которые выставляют ему на пути. Не хватает шагов. Не хватает сантиметров определенных. Отличная добочка. Чтобы дошагать, но здесь первый темп, конечно же, великолепно Вольвич забивает. На подачу казаться, конечно, мочнее. Но вот это атака. Хорошие матчи с провальными пока. Прикоется сразу же хороший прием. Не удалось бы вот здесь поднять атаку Вольвича. Кемеровчанам за щитки. Но Факел, пожалуй, не готов пока какие-то серьезные вопросы решать. Но, опять-таки, я думаю, что болельщики Факела не обязательно возразят. Есть у них свои преимущества. Безусловно, Факел играет дома при своих болельщиках. На манат. Вольвич снова первый темп. И чаще казанцы стали через центр сетки играть. Через третью зону. Классная атака в центре сетки. Очень высоко. И через руки Александра Петеркина защитить мяч. Если понадобится, еще также один матч команда проведет в Новосибирске. И пятый матч уже пройдет в Казани. И снова Вольвич. У казанцев пока первый темп работает безукоризненно. Забудем, кстати, его подача. Волков принимает. И здесь Артемь Вольвич. 20-е очко казанской команде приносит. Ну и девочки вообще, конечно, приятно удивили, честно говоря. Выиграл в Суперкубе в Калийграде. Чемпионок на их площадке разгромили со счетом. И это Артюшкевич. Хороший прием у Волкова. Да. С мать этот мяч Вольвич. Сначала так остановился, Артем посмотрел. Хотя не сказать, что это самая опасная подачка. Да, здесь есть приемки. Демонстрирует. Пытался отыгрываться от блока. Но Дмитрий Чурбиньков на нас доводит майки Крестнисона. И он уже на чистую сетку Вольвича выводит. Умеренно в атаке эти далекие мячи. И просто стоя не перебрасывается. Все равно с какого-то прыжка. Чтобы все равно показать агрессию момента, что это атака. 99-го года. Давайте знакомиться. Казанцы. Ну, можно партию завершать, наверное, и с таким же счетом. Я надеюсь, что он будет выстреливать. Здесь, опять же, с тросом. Есть шикарная доводка указания. И на этот раз в Вольвичем два человека поднималось. Там еще птичка толстая. Опять Крустаев и его силовая. Да. Хорошая подача. И тут первый темп. Артем Вольвич. Вот Майка Крестнис он тоже понимает. Так же, как и Константин Абайлов. Подача Егора Глюки. Турмачевский на приеме. Первый темп. Вольвича. Вот такую спортивную злость вложил в эту атаку Артем. Чтобы завести себя и товарищи по команде. Хороший прием Сурмачевского. Передача. Есть прием у ОСК. Передача в центр сетки. И есть классная защита у Казани. Будет дыру кусать четвертую зону на Волково. Отыгрывается надблока. Оставляет... Какая классная атака в центре сетки от Вольвича и Майки. 20-21. И я бы взял перерыв. Спасибо, что ты не отправляешь. Борщиков, да. Я постоянно смотрю матчи. Мне кажется, Борщикову нужно брать не на подачу. Здесь, наверное, силовая. Вновь туда, в зону ответственности дыру. Ну и Вольвич уже сожлось. И можно сказать, где Заржи мяча. Да, с выбитого мяча это заслуга прежде всего. Это заслуга Фейска. Еще одна классная подача. Есть прием у Казани. И в центре сетки Вольвич наконец-то забивает. Девятый мяч для Казани. 9-7. Казанские болельщики немножко выгодны. В случае подачи или не подачи. Опять же, Казанцам нужен съем. И они очень быстро его организовывают. Даже невероятно быстро, я бы сказал.